МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Романтический герой нашего кинематографа. Зайдет к нам в гости и будет готовить вместе со мной. Эй, иди отсюда! Куда пришел? Что, меди не ел никогда? Доброе утро! С весной вас, дорогие друзья, и особенно товарищи женщины. Сегодня специально для вас готовлю праздничное весеннее розовое блюдо. Клубничное ризотто. Гастрономично, элегантно и с клубникой, которую вы так любите. ЗВОНОК В ДВЕРЬ Ризотто – это итальянское блюдо из риса. Оно не сладкое. А я вам сегодня покажу сладкое, обалденное, нежное ризотто. Рекомендую вам приготовить это блюдо своим любимым женщинам. Внимание! Сотейник. Огонь. Кусочек сливочного масла. Растапливаем. Нагрев должен быть минимальный. Так, растопили сливочное масло и засыпаем рис. Предварительно его варить не надо. Его нужно слегка обжарить со сливочным маслом. Вот так вот. И в среднем на одну порцию идет где-то 80-100 грамм риса. Это всегда так делают. Сначала рис подогревает, а потом добавляет жидкости. Первая жидкость по классике, конечно же, это вино. У меня сухое белое вино. Алкоголь выпарится, останется только вкус винограда и вот эта кислинка, которая должна быть. Наливаем небольшое количество. В ризотто всегда добавляют вино. В 99% случаев, конечно, белое вино. Потому что оно не портит цвет, и дальше ты добавляешь ингредиентики. Ты что хочешь, делаешь. Рис. Он сразу начинает впитывать в себя влагу, начинает готовиться. А теперь, внимание! Часто, когда готовят ризотто не сладкий, например, с морепродуктами, добавляют рыбный бульон, мясное ризотто, мясной бульон. В нашем случае обыкновенная вода. Холодной не заливаем, потому что рис горячий. Вы его раз холодной водой перемешали, он хоп, снова схватился и перестал готовиться. И вот это вот ему, вот этот вот стресс не нужен. Здесь очень важен процесс постепенности. Как только вода впиталась, подливаем еще немного. В тот момент, когда рис дошел до полуготовности, оп, как раз туда нужно добавлять ингредиенты, которые ризотто сделают вкусным. Внимание! Сливочный сыр. Он слегка солененький, с ним будет вкуснее. Можно еще капельку добавить. Щепотку соли. Все, затем сладость, так как это блюдо сладкое, десертное. Но сразу говорю, с сахарным песком не перебарщивайте. Несколько щепоток, все. Помните, что я вам обещал розовое ризотто? Обыкновенная клубника замороженная. Селиковые ягодки, не надо их размораживать, они сейчас быстренько отдадут цвет. Ризотто станет розовым, а клубничка станет мягкой. И следите за рисом. Во всей итальянской классике надо делать проварку аль денте. Это значит на зубок. Рис должен быть чуть-чуть недоваренный. Так, снимаем пробу. Видите, какая нежная, красивая, сочная. А цвет меняется, заметили? Розовенькая становится. В любой ризотто, чтобы была правильная эмульсия, в конце добавляют сливочное масло и сыр. И в этот момент уже ризотто снимают с нагрева, чтобы сыр и сливочное масло не кипели. И у меня здесь сыр пармезан. Вот здесь я от классики не отхожу. Натираю туда на меленькой терочке, вот так вот. Хоп, сливочное масло. Ризотто начинает блестеть от сливочного масла. Сыр растапливается. Ребята, белый шоколад. Вот так вот. Ах, какой аромат классный идет, а? Ты чувствуешь прямо все здесь? И клубникой пахнет, и белым шоколадом. Ризотто надо есть сразу. Зовем любимую к столу и кормим от души. Две большие порции, чтобы до вечера не просил в товарища женщина еду. Еще один итальянский секретик – это бальзамический уксус. Из бальзамического уксуса делают бальзамический крем. Он густой, он очень красивого яркого цвета. И плюс у него есть виноградная сладость и кислота, которая просто очень сильно дополняет это ризотто. Во-первых, это сделает и презентацию красивой, и добавит яркости вкуса. Украсть свежей клубничкой. И тертый белый шоколад сверху. Это блюдо для женщин, поэтому и приглашу женщину. Алена, выходи. Ну, пробуй. Аль, вкусно? Хорошо. Аль-ден, ты чувствуешь? Да. Если бы мужчина приготовил мне такое блюдо на 8 марта, я была бы готова. Я была бы готова. Готова была бы. Вот, ризотто работает! Мужики, берите на заметку! Для праздничного клубничного ризотто я выбрала рис «Гигант Националь». Отборные крупные зерна молочного белого цвета в сваренном виде обладают сливочным вкусом, что прекрасно сочетается с клубникой. Этот итальянский сорт риса идеален для ризотто. Для ризотто с клубникой возьмите замороженную клубнику или свежую. Рис, сливочное масло, белое вино, сливочный сыр, твёрдый сыр, белый шоколад, сахар и бальзамический крем. Порция розового ризотто 97 рублей. Рубрика «Сюрприз». А почему сюрприз? Потому что это в первую очередь сюрприз для меня. Я буду готовить из того, что принесёт с собой наш гость. То есть я пока не знаю, что у нас будет за блюдо. Сегодня у нас в гостях актёр Александр Метёлкин. Саша, добро пожаловать! Давай, друзья, аплодируем! Здорово! Привет, Саша! Пару дней назад на экраны нашей страны вышел новый классный фильм. Называется «Рашин Юг». Главная премьера этой весны. Саша сыграл в этом фильме одну из главных ролей. Ты знаешь, я недавно посмотрел трейлер фильма, мне так понравилось. «Рашин Юг»? Да. Вообще, прям вообще. А ты там кого играешь? Минта. Злого или доброго? Доброго. Но очень влюблённого. Очень интересно узнать, что же Саша мне принёс. Мужики точно любят это. А женщины любят это? Женщины любят это, но, так сказать, они не едят это после шести. Да давай, тащи сюда, мне интересно, что это там. О! Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Макароны! Только не обычные. Канелони. Вот такие вот канелоньки. Я столько раз на них обращал внимание. Мне было всегда интересно, почему ты думал, так лезь, не сейчас, потом-то влезь в Ютуб, смотреть какой-то рецептик. Короче, ты хочешь, чтобы я научил тебя готовить канелони, да? Да, да. Что можно придумать? Сейчас я подумаю. А у тебя, Саш, есть идея, нет? С мясом, с рыбой. Ну, с мясом хотелось бы. И, может, какой-нибудь соус что-нибудь сливочное с грибами. А давай, вот как ты хочешь. Значит, морковь, раз, лук репчатый, чеснок, курица, мясорубка, а также грибы, сливки и сыр. Еще одно итальянское блюдо в праздничном меню. Нам нужна вода, кипящая, хорошая, очищенная. В ней будем варить пасту. Саш, ну ты смотри, ты будешь сейчас в процессе вместе со мной. Давай, я готов. У тебя жена есть? Жена, ребенок. Мальчик, девочка? Сколько лет? Пацан у меня два с половиной года ему. Ну, держись. Ну, держись. Сейчас тебе крышка скоро. Вот когда еще ума нет толком, ну, потому что маленький человек, а энергии хоть отбавляй. Макароны. Их нужно предварительно отварить до полуготовности. Давай, во-о-о-о! Ах, всегда мечтал так сделать. Делаем начинку для трубочек. Держи, морковка. Давай. На, ее нужно натереть на мелкой терочке. Чтобы фарш из курицы был вкусный, добавим туда лук, морковь и чеснок. И будет бомба. Хотел бы на юге жить? Учитывая то, что я 20 лет там жил и уехал в Москву. А, правда? Да я же из Туапсе, конечно. А, ты из Туапсе? Да, я. А, ничего себе. Курицу пропускаем через мясорубку. Лук и морковь для начинки обжариваем. Я пока порублю чесночок. Саш, нарви мне вот этих вот травок разных, а? Какие? Смятка, немного базилика красного. Добавим туда свежую зелень, чтобы было вкусно. Овощи обжарились. Перекладываем в миску. Сковородку снова на нагрев. Наливаем масло и закидываем в фарш. А ты знаешь, я еще, когда был, помню, маленький, мы приезжали, это от Лазаревской, 5-минутной электрички, пляж и никого никогда не было. Там были волнорезы. Да. Ныряли, собирали мидии. Мидии. Потом ели. Рапаны. Все это было. У нас есть мол такой, ну типа волнорезы, только побольше, около порта. Там есть мидии. Так, это не показывать, потому что сейчас все узнают. Пойдут туристы собирать и нам не достанется, когда мы поедем. Там местные не дадут. Не дадут, да. Скажут, иди отсюда, куда пришел? Что, мидии не ел? Пока жарится фарш, Саша порежет грибы для соуса. Слышим, трудно тебе было входить в образ мента? Там персонаж немножко про другое. Четкий, мажористый типаж южный, который считает, что все можно решить с помощью связей. Он добрый, просто немножко вот эта южная корочка. Просто я был покрыт этой южной корочкой, когда жил на юге. А сейчас я приехал и понял, что жизнь, она гораздо шире, больше и интереснее. Она не такая ограниченная, как там. Фарш подсаливаем и добавляем чеснок с зеленью. Замешиваем его с жареным луком и морковкой. Да, ребятки. Да, мы тут, видишь, начинка готова и макароны тоже. Когда макароны отварились, сразу опускаем их в холодную воду. Процесс приготовления останавливается. Они остужаются, и можно в них легко начинять начинку. Кронилони обычно запекают в духовке и делают из этого, знаешь, как запеканку. Вот у нас с тобой трубочки. Сейчас будем фаршировать. Берем трубочку и вот туда вот начинку. Хоп. Не очень получается. Ну ладно, мы попробуем. Вбираешь в рот и вдуваешь. А, вдуваешь, как индеец. Вот. Да, опа. Давай, тёп, в топ-сеток не делаешь? Да и ладно. Так всегда и готовят, а кинкали готовят. Да, да, да. Перец фарширует, да? Кладём. Смотри, у нас такой итальянский бардак, как должно быть. Теперь соус. Грибы надо обжарить. Кидаем сюда. А может, салатик какой-нибудь туда сделаем овощной? Я сегодня не ел ничего. Правда? Давай. Мы тебя сейчас чем-нибудь накормим. Чуть-чуть сольку, перчика, чтобы всё вкусненько было. Ну, добавляем сливки вот так вот. Доводим до кипения. Это салатик? Салатик. Как ты просил, видишь, хорошая девочка, да? Да. Марин, с наступающим. Добавляем сюда сыр тёртый. Теперь, смотри, вот этим соусом так вот заливаем. Вот сыром ещё посыпаем. Всё, Саш, отправляем в духовку. Как раз съешь салатик, подоспеет горячее. Хорошо. Полчаса, и каннелони под грибным соусом готовы. Пойдём доставать. Ай-яй-яй-яй-яй. Пойдём, пойдём, давай быстрее. Смотри, какая она классная. Она ещё сочная осталась, а уже подпеклась твои грибочки, сыр. Всё, как ты хотел. Ты не так хотел. Ну, как вот так хотел. Хорошо, сейчас будем есть. Вкусно-то как. Это очень вкусно. И прости, что я не могу остановиться. Сань, ну ты рад, нет? Довольно. Я очень рад. Вкусно всё получилось. Это очень вкусно. Позвольте, я доем. Да я тебе это домой отдам. У нас в гостях был Александр Метёлкин, актёр, исполнитель одной из главных ролей в фильме «Рашин Йог». Главная премьера этой весны. Вот так вот весь лоток, забирай и всё, и вперёд. Пока. Ура, Сань, спасибо. Полную и подробную версию этой рубрики смотрите на нашем YouTube-канале. В неочищенной воде присутствует хлор, ржавчина, соли тяжёлых металлов. Чтобы они не попали в организм, я использую фильтр «Аквафор Прованс». Уникальное волокно аквален не пропускает загрязнений, фильтр очищает воду и обогащает её полезным магнием. Чтобы приготовить канеллони с грибным соусом, возьмите канеллони, куриные бёдра, лук, морковь, чеснок, сливки, шампиньоны, сыр, салат, мяту, базилик и растительное масло. Порция канеллони 85 рублей. Самая популярная рубрика сезона «Картошка». Готовим вкусные и интересные блюда из нашего любимого картофана. Делаем мьёки. Это маленькие клёцки из картофельного теста. Вот у меня здесь картошка. Смотрите, я её кинул прямо в мундире. Отварил 25 минут. Проверил ножичком. Мягкое, достаем. Здесь у меня три картошечки. Подходим к раковинке вот так. Включаем холодную водичку. И остужаем картофан немножко. Прямо вот так вот. Он снаружи чуть-чуть подостынет. Его можно будет легко почистить, а внутри останется горячим. Спокойно снимаем кожуру и не обжигаем пальцы. Ньёки – это итальянское блюдо. Подают её со всевозможными соусами. Всё, теперь берём толокушку. Надо постараться сделать однородное пюре, чтобы картошечка была мягкая и без комочков. Всё. Конечно же, соль. Куриное яйцо. Я добавлю только желток. Я хочу, чтобы наши ньёки были такого более яркого, жёлтого цвета. Пшеничная мука. У вас должно быть процентное соотношение 50 на 50. То есть половина картошки и половина муки. Тогда у вас ньёки получатся правильные, классные, картофельные. Как только тесто становится суперплотное, переходим на руки. Как будто густое картофельное пюре. Опа. И последний ингредиент. Обязательно мускатный орех. Это специя, которая идеально сочетается с картофелем. Добавляем в тесто. Ещё раз всё равномерно вымешиваем. Готово. Даём тесто настояться 15 минут и лепим ньёки. Нам нужна мука для подпылок. Картофельное тесто. Видите, какое у нас жёлтенькое с кусочками картофеля. Катаем такую колбаску. Ньёки можно сделать супермаленькие, можно супербольшие. Мне нравится средний размер. Поэтому примерно вот так вот. Оп, открываем. Я очень часто встречал, что ньёки просто в таком виде оставляют и всё, не парятся. Варят, перемешивают с соусом и готово. Но иногда делают его таким способом. Простым и понятным. Вам нужна вилочка. Берём ньёк. И так его пальчиком, хоп, прокатываем. Хоп. В Италии есть даже деревянная штучка, на которой ньёки катают. Но обычно, конечно, дома пользуются вот так вот вилкой, как делаю это я. Хоп. Так делаем все ньёки. Варить будем в кипящей подсоленной воде. У меня вода закипает. Туда добавляем соль. Не жалеем побольше. Вот. И кидаем ньёки. Самое классное, что они супер нежные, потому что в них много картофеля. И пока ньёки варятся, сделаем вкуснейший соус. Первое. Репчатый лук. Нарезаем кубиком меленьким. Несколько зубчиков чеснока, чтобы ароматный, вкусный был соус. Ну и самый крутой ингредиент, конечно же, сырокопчёный бекончик. Смотрите, какой ароматный, вкусный. А эти какие, а? Распушились там. Бекон нарезаем на полоски и разогреваем сковородку с маслом. Сразу же отправляем туда лучок и чесночок. Опа. Закидываем туда бекончик. Ух, запах пошёл. Вливаем сливки. У меня 22%. Они в меру густые, поэтому соус получится правильный. Закипели сливки. Сразу после этого добавляем соус ньёки. Сейчас они как губочки маленькие впитают в себя весь этот вкус. В конце обязательно перчик свежемолотый, чтобы пикантность была. Готово. Выкладываем на тарелку и посыпаем тёртым сыром сверху. Просто стильно, вкусно, красиво. И из нашей любимой картохи. Мэри, давай, держи. Это тебе, а это мне. Да, что хочешь сказать? Картошечка. Картошечка, да. Лягкая такая. А раньше ньёки ела когда-нибудь? Нет. Правда, первый раз ешь ньёки? Да. Круто? Очень. Мне кажется, теперь будет моим любимым блюдом. Я рад, что показал тебе новое классное блюдо. Ешь на здоровье? Спасибо. Картошку, сливки, бекон и все продукты для своих замечательных ньёк я купил в Ленте. В Ленте отличный выбор продуктов по хорошим ценам. А ещё в Ленте можно купить любые подарки к 8 марта для наших любимых девчонок. Для ньёков возьмите картошку, муку, яйцо, сливки, бекон, лук, чеснок, мускатный орех, твёрдый сыр и оливковое масло. Порция ньёков с соусом 37 рублей. Заявку я выбрал тематическую праздничную. Со мной на видеосвязи молодой отец в декрете, которому нужна моя помощь. Дима, привет! Саша, привет! Это же просто уникально. Расскажи, как ты? Я воспитываю двух двойняшек-милашек. Это очень вообще круто, на самом деле, как оказалось. Как ты с ними справляешься, с двумя вообще? Я на самом деле, оказавшись в такой ситуации, я теперь прекрасно понимаю маму в декрете, что это непросто. Когда на своей шкуре прочувствуешь это, тогда начинаешь понимать. Ты на работе можешь отвлечься, позволить себе что-то и так далее. А когда вот у тебя ребёнок маленький, это просто 24 на 7 нон-стоп. Ты знаешь, я к 8 марта хочу удивить свою супругу. Я повар, да, но с кондитеркой не очень хорошо дружу. Но хотел сделать торт. Вот, может быть, ты мне подскажешь. А я тебе подскажу быстрый, классный торт. Вообще йогуртовый, обалденный, крутой. Очень лёгкий, вкусный и полезный. И жене твоей любимой точно понравится. В праздничном меню девчачий сливочно-йогуртовый торт. Готовим с любовью, легко и просто. Скоро всё увидите сами. Уникальный папа в декрете Дима вместе со мной готовит нежнейший йогуртовый торт без выпечки. В чём его фишка? В нём нету такого количества калорий, как в каком-нибудь, знаешь, там, бисквитном, жирном торте. Состоит из сливок, йогурта, желатина и сахарного песка. У тебя желатин листовой. Замачивай желатин в холодной воде. Мой желатин в гранулах и не требует замачивания. У нашего торта две составляющие. Это сливки жирные и йогурт. Сливки надо взбить. А сливки сколько процентов? 33-35. Лучше для взбивания такие вот найти. У меня 35, и они прям такие супер густые. Тогда 100% получится. 400 миллилитров сливок взбиваем, а 100 оставляем для растворения желатина. Добавляем сахар и взбиваем до увеличения в объёме. Сливки взбились. Теперь оставшуюся часть сливок, небольшую, тебе нужно в сотейничке, прям нагреть как следует и растворить там желатин. Так, вот у меня сливки. Сливки нагрелись. А в мой желатин просто наливаем сливки, нагреваем и растворяем гранулы. Берёшь большую миску, выливаешь туда йогурт. Это обыкновенный классический кисленький йогурт. Вот за счёт него и будет кислинка, которая должна быть в йогуртовом торте. Отлично. Теперь нужно желатин замешать с йогуртом. Сразу мешаем, потому что желатин горячий, а йогурт холодный. Нужно взять наши взбитые сливки и смешать с йогуртом с желатином. Йогуртовая масса жидкая, а сливки густые. И поэтому у нас уже такая воздушная классная консистенция получается. Количество сахара вы можете контролировать сами. Дим, ну ты худой, тебе можно много сахара. Слушай, ну я занимаюсь, стараюсь следить за собой. Плюс таскаю малышей, они уже почти 10 килограмм оба. Приходится держать себя в форме, чтобы с ними играть, заниматься. Мне друзья советуют их резинкой сейчас связать. Я смотрю вниз, а они как два корабля такие расходятся. Один в одну сторону, другой в другую. Я такой думаю, блин, кого ловить, кого первого. Я тоже через это проходил, да? Только у тебя вдвойне тяжелее тебе с этим бороться. Основа тортика готова. Заливаем разъемную форму. Пергамент. Кладем дно сверху. И аккуратненько зажимаем. Пергамент, он как бы создаст такую вот плотность, вот, чтобы сливки с йогуртом никуда не выливались и все правильно застывало. А теперь туда выливаем нашу йогурта, сливочную массу. Смотри, сразу закроем пищевой пленкой, чтобы просто йогурт не впитывал разные запахи. Ну и все. Убираем этот торт в холодильник часа на три. Желатин как раз вот сработает, и можно будет его нарезать. Если у вас остались вопросы или вы хотите увидеть рецепт более подробно, заходите на ютуб-канал Просто Кухни, подписывайтесь, смотрите, готовьте. Торт остыл, и он готов. Все, застыл. Плотный, классный торт. Ну-ка, у тебя как получилось, покажи. Прям крепенький, крепенький. Ну, классно. Нужно взять так ножичком. Оп. А вместо жирного крема легкий ягодный соус. Нужен только блендер. Тут все просто, вообще каждый справится. Берем клубнику, отрезаем веточки. Можно даже не резать, да, если мы ее пробиваем. Да, не обязательно, конечно. Вот так, хоп. Все, смотрите, как просто. Опа. Перебили. У вас получился свежий, витаминный, клубничный соус. В соусе не грамма сахара. Осталось красиво подать тортик. Ай, красота какая, а! Ну, вон, смотри, как здорово. А теперь берем просто клубничным вот этим соусом. Так его сверху поливаем. Оп. Опа, все. Ну, еще мята, смотри, как он, а, выпендрежник. Ну, давай, давай, у меня мята нет. Хочется его скорее же попробовать. Ну, слушай, он реально такой нежный. И кислинка йогурта, и клубники. Просто бомба вообще. И в меру сладкий, да? Да, слушай, я на самом деле не так много сахара добавил. Практически вот не чувствую. Ну, я уверен, что твоя жена тоже будет довольна и будет гордиться тобой. Спасибо, Саш, пока. Обнял. Пока. Присылайте свои заявки на наш электронный адрес, и в следующий раз я буду готовить с кем-то из вас. Готовить легко и быстро мне помогает многофункциональный и мощный блендер VTEC. У него прочные лезвия из нержавеющей стали, плавно регулируются скорости и есть красивая подсветка. В наборе также есть венчик для взбивания и большой стакан для смешивания. Отличный подарок к 8 марта. Для йогуртового торта возьмите йогурт, сливки, сахар, желатин и клубнику. Кусочек нежнейшего тортика 62 рубля. Так, девчонки, угощайтесь тортиком. Очень вкусно, вам понравится. Давайте разбирайте. Дорогие женщины, вы не только прекрасные, нежные, любимые жены, сестры, дочки, матери, но и крутые профессионалы, отличные коллеги и верные товарищи. Поздравляю вас с праздником. Следите за проектом в наших социальных сетях. И получайте бонус. Еще один рецепт от меня прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok